сегодня я продолжу делиться с вами впечатлениями об азербайджане и что самое интересное мы случайно выехали из центра по навигатору нас завез не туда и мы увидели как выглядит остальной баку вне центра и были немножко шокированы не переживайте и не расстраивайтесь в центр мы вернемся обязательно прогуляемся и посмотрим все самые лучшие достопримечательности а сейчас я хочу чтобы вы посмотрели на сам город город вне центра но это и не окраина то есть принципе с одной стороны может показаться что он похож на многие города россии но нет не везде например вот здесь вот уже можно увидеть какие-то паутинные сплетения что это подумаете вы это все ребята трубопровод на самом деле представляете каждая труба ведет в отдельную квартиру и снабжает людей водой вот таким вот способом вот так вот из бочки при помощи насосов это очень странно это не централизованное водоснабжение и я не понимаю как это работает в принципе со стороны может показаться что не чем-то от обычных российских городов уже повторюсь опять же не отличается но какая-то вот нотка неопрятности что ли присутствует на этих улицах никакого повышенного внимания к себе мы не заметили и по-русски здесь разговаривает не очень фух давайте вместе вернемся в центр и посмотрим как мы гуляли по достопримечательностям и закончим все вечером на центральной улице баку смотрите какие тут шедевры архитектуры реально когда гуляешь по боку ты видишь шедевры архитектуры того времени потому что война здесь ничего не тронула и также ты видишь шедевры архитектуры настоящего времени современности реально каждое здание вы просто отличается от другого и каждое здание хочется рассмотреть посмотреть понять как вообще архитектору пришло такое в голову но вообще конечно молодцы азербайджанцы в этом плане и тут вот хочется сказать посмотрите как они умудрились как они умудряются все строить и благоустраивать вокруг себя и поле но это достойно похвал конечно я не ожидала такого от баку забрались наверх сейчас сильный ветер и просто просто я я от города в шоке это так красиво смотрите вдоль моря вот так вот выглядит город смотрите какое колесо обозрение тоже классно насти тебе как это город город баку красиво давние смотри как флаг да флаг где флаг короче мы тут едем по городу просто катаемся тратим бензин да и смотрим город удивляемся на каждом шагу вот просто и вот тут в центре просто нефтяная нефтикачалка это смешно это просто как бы вам показать что мы в городе вот смотрите вот видите город вот город и вот нефтикачалка капец просто вот а сзади смотрите как город расположен видите как в греции на горе дошли мы до рынка я тут одновременно в instagram стрим дело да пожалуйста нигде цен нет орехи фисташки сейчас у нас вот настя подойдет она у нас по сухофруктам любитель этого дела и такое ощущение как будто это рынки наши еще советское время такие сейчас дальше спасибо сейчас у нас вот там покупатели все там ребят скажу в прямом эфире в инстаграме аж 108 человек это рекорд ну больше тут все идут на контакт все что-то рассказывают про азербайджан все продавцы все обратите внимание здесь нигде нет цен мне кажется на нас смотрят по лицу и говорят нам цены со гранатов нет нам надо соус гранатовый где-то попробуй из киска сколько он продержится сколько хотите вот мясо сколько стоит такой это двенадцать манат ого а чё не торгуетесь в россии так же не бывает сейчас ладно тогда подумаем уступим сколько уступим за 10 монат надо подумать а вы откуда русский знаете здесь научились здесь а в россии короче все у кого спрашивают русский все в россии были все в россии за 9 пойдет за 9 за 7 за 8 короче здесь нужно торговаться да ну давайте сейчас достану я вам манаты давайте понюхаем это у нас будет чай какой чай но чай это чебрец или что ой чебрец лимоном лимонный лимонный чебрец да так а еще у вас было мята вот это в мете мента мята и чай а есть лимонный чебрец очень душистый меня как тебе здесь на рынке не очень да уже спать хочешь на тут люстры продают уже сразу у нас раньше такие рынки пыли а так все подряд там одно то другое но торговать тут умеет иди сюда иди сюда попробуй то попробуй ой тут вообще смотрите стрит светящийся улице о пенчики можно купить типа на память сувенирчике кому-нибудь короче нам тут настроение портит мы зашли чай азер чай который на 60 рублей стоит нам хотели сначала продать за 100 рублей потом за 160 короче на нас смотрит и чем глубже мы на рынок тем почему-то монат монат один монат 40 рублей цена увеличивается в итоге мы все равно там понабрали чего-то интересного ну а чё бы нет на рынок сходили нигде цен нет поэтому судя по твоему лицу столько и будет стоить что-то на этом рынке как хорошо что у нас ввели закон что ценник обязательно должен быть смотрите как классно мы идем вроде бы где-то на окраине но блин здесь круто и кто говорил что типа водки евровидения строили в азербайджане а потом кризис нефть подорожала все нифига весь азербайджан строится весь город баку весь строится кстати не знаю зависит азербайджану баку везде стройки идут везде просто мы с насти бежим быстрее коспийского моря уже вечерей то завтра вы уже сваливает а ноги то не отметили но ноги смысле не помочили коспийском море вот и бежим сейчас через дорогу переходим подземный переход вот кстати значит интересно здесь все курят люди на улице пахнет табаком сильно кого тут только нет снасти хотели показать засветло короче снять как мы окунаем ножки в каспийское море и мы как обычно что делаем опаздываем и несмотря на это мы еще задержали чтобы купить кофе кофеманы это наркотик кофе это наркотик блин и вон уже море кто видит каспийское море я вижу каспийское море о боже как это красиво насть это капец а как мы будем ноги окунать ну пошли хоть потрогаем как она выглядит а такое ли она соленое как черное мне интересно каспийское море зари как красиво уже вечер и обратите внимание постепенно потихонечку город зажигается обретает свои цвета каспийское море оказалось чернее черного на самом деле просто черное там смотрите азербайджан еще все еще строится и строится смотрите строятся новые небоскребы вот уже построены небоскребы вот такая улица просто обалдеть насти там что-то строчит куда-то в инстаграм что-то пилит и здесь детская площадка с каруселями мы сейчас пойдем там гулять . учился вот это огни настя все фотографировать фотографировать очень красиво просто вообще что-то там птицы тревожно летают гуляем вот тут уже на улице встретили друзей они в другом отеле живут подороже а мы же эконом но вы видели предыдущий ролик вот сейчас гуляем по улице ищем где бы потратить монаты монат это местная денежная единица я расскажу чем пахнет на улицах баку очень сильно пахнет одеколоном и пахнет и пахнет табаком да очень много курит на улице у них не запрещено курить на улице поэтому очень много курит на улице и очень мало урн ну тут вот можно увидеть конечно а так вдоль дорог мало урн и поэтому иногда можно ставить мусора судья вообще чрезвычайно чисто аккуратно ребята какое у вас ощущение от баку супер супер но все вот всем нравится нагулялись хардро кафе мы здесь покушали только что я с издамской выхожу здесь очень много иностранцев англичан не разбираюсь простите поэтому я думаю не удивляю никого мы сидели вот здесь на улице потратили 70 монат это примерно как одна ночь в отеле ну заказали там по бокалу пива там настя с мужем потом пивная тарелка была и салат ну короче это не так много еды и но такие цены здесь не дешевые готовьтесь к этому что цены здесь не дешевые я думаю что здесь вообще все дешево нет такие обычные цены пришла тут магазин в азербайджане балтику продают балтика нормально так стоит балтика кулер есть и жигулевская даже понятно а крым нету и тут куча иностранных всяко разных офисе о белый медведь есть а вообще мы уже полчаса в поисках памперсов у них в аптеке нет памперсов нашли одни там хангис у нас на них аллергия и я в шоке у них вообще дети есть я сначала думаю что артек артек на каждом шагу у них артек думаю не нормально у нас крему один артек а у них на каждом квартале артек оказывается это аптек ясно